всем привет друзья итак кубы гнации total war atila продолжаем наблюдать за тем что у нас происходит на этом замечательном турнире сегодня будем смотреть бой между кто у нас здесь свебы свебы против свебов аксум именно поэтому и выбрал этот бой потому что здесь аксум фракция которую мы еще не видели как и все фракции с пустынного dlc аксум достаточно интересная фракция самобытная интересно будет за ней понаблюдать за нее у нас играть бескланного игрок под ником морис 11 за свебов как вы уже догадались играет легендарный игрок кланов и амилитера под ником неабад или проще говоря черепаха его так называют тебе давайте смотреть на составы у неабада состав стандартный 4 пики в первой линии 2 знатных германских мечников по центру за пиками 4 отряд до севс германских лукарей до германский лучник 4 штуки по центру кавалерия знатный германский конник, знатный германский конник, знатный германский конник, генерал Сепская Знать, два отряда ударной кавалерии, царской конница Свебов, четыре отряда сепских воителей, по две штуки на флангах, вот и все, войско Свебов, теперь смотрим на Аксум, что взял Аксум, кавалерия, в первой линии у нас идет кавалерия, это у нас доспеши войны на верблюдах, стражи Абуны, еще один страж Абуны, интересно, что это за кавалерия, доспеши войны на верблюдах, вот еще один, доспеши войны на верблюдах, и стражи Абуны, три верблюда, три стражи Абуны, пехотинцы, афарские мечники, афарские мечники, Афарские мечники, очень лёгкая пехота Генерал Гвардия Рассы По центру Кушацкие воины с шателами Кушацкие воины с шателами Ещё один Кушацкий воин с шателами Три шателы по центру И на правом фланге Афарский мечник Ещё один Афарский мечник И элитные воины Тхора Эпичное название, конечно, у юнита ничего не скажешь В Атиле Всё с этим в порядке Агрессивность себя ведёт Игру за Аксун Посмотрим, как будет На эту агрессию реагировать Не об ад Давайте включим обычную скорость Конница бежит, здесь копьё, пикинёр Я бы на этом месте Конницы не стал бы туда бежать Оно сразу бросается в глаза То, как перемещает свою армию игрок Хорошую игру, но в целом видно, что игрок неопытный Очень крутая музыка Мне нравится сейчас саундтрек, который играет Такая в восточном стиле Специально под Аксун, наверное Подогнанная Попадают здесь кавалеристы под обстрел Боится пикинёров Здесь игрок за Аксун Не знает, как обходить пику Чем её взламывать Кстати, давайте посмотрим Что вообще тут по пехоте Какие показатели Броня 60 Усиление натиска 77 Конница беспощадно расстрелится Но по центру идёт перестрелка У афарских мечников Усиление натиска 71 Броня 8 Да, на копье они, конечно же, сдохнут Все эти афарские мечники Так что, да, копьё надо обходить Обязаловка Ну, можно было подтянуть на фланг Вот этого вот парня Куршатского воина с шателлами Хотя не, он тоже сдохнёт на копье Но у них хотя бы стена щитов есть Они могут попробовать просочиться там Пытается с обоих флангов Здесь какую-то атаку предпринять Игрок за Аксун Молодец, старается Мне нравится Так, вот здесь по центру Сейчас может прозевать он Натиск кавалерии Здесь конницы абсолютно никакой нету И конница Необада Вырывается на оперативный простор Идёт натиск по Куршатским воинам с шателлами Отлично Средняя пехота Под очень тяжёлой Под тяжёлой ударной кавалерии ложится В мгновение ока Минус один отряд Но вот здесь заходит Генерал заходит на пикинёра Разбирает очень удачно Здесь конница на кун Молодец какой Заваливает фланг Игрок за Аксун Малорик Морис Давай, давай, тащи Совсем расслабился Необад у себя в группе Всех побеждает Всех наказывает Посмотрим, сможет ему оказать сопротивление Морис или нет Так, вырывается Вот здесь сейчас хороший натиск Да, заходят неплохо Эти стражи обумны Посмотрим, на что способны Вот здесь очень хороший момент Просто надо конницу выводить периодически Вот здесь вот Вот эту конницу перехватывает Вот этим отрядом доспешных воинов на верблюде Не давать ей спокойно чаржиться И всё будет хорошо Ну вот здесь бесчинствует, конечно же, кавалерия Центр моментально разгромлен Вся армия Аксума разбита на две части Да, большую головную боль Составляют пикинёры Для новичков И новички очень тяжело с ними справляются Тем не менее Гвардия расы здесь разбивает пикинёра Очень большая масса здесь войска И надо разводить, конечно же, войска На такой куче держать их нехорошо Одного мечка нужно вытягивать на помощь В бою против царской конницы свэбов Вот эти вот доспешные воины на верблюдах Очень неплохо могут сражаться С любой кавалерией Так, а что здесь? Стражи Абуны С знатными германскими конниками Неплохо так себя чувствуют Масса у них тяжёлая конница Да, наверное, поэтому они и так долго стоят Наши люди сломлены, они бегут Да Пику опять подставляет Очень удачно, очень грамотно Она стоит, не шеверится И ловит мимо проходящие фраги Очень, очень хорошо Всякая кавалерия На неё насаживается Специально или случайно Ну а по центру, посмотрите Вот здесь огрызок Воинов с Шателлами Прорвался Убил знатного германского мечника 170 фрагов Ничего себе И он гонит здесь стрелков Но, конечно же Необад разводит Два в одну сторону, два в другую И фокусит спину этого бедного Кушацкого воина с Шателлами И его уничтожит Вот видите Большая ошибка То, что здесь Фактически на двух отрядах Висит 4 отряда Аксума Вот если бы один в один Здесь сражался Игрок за Аксум У него, получается Высвободилось бы Два свободных отряда Он бы мог Сместиться ближе к центру Оказать там поддержку И дальше выйти на фланг А здесь вот Из-за того, что большая группировка Воист просто-напросто застряла Вот здесь Один отряд висит На 4-х человеках Вот это, конечно же Большая-большая проблема Ну и проблема, конечно же В том, что конницу свою Не бережет игрок за Аксум Типичная ошибка новичков Ну, я думаю, здесь все понятно Стрелки сохранил Стрелков сохранил Необбат Кавалерию сохранил Под конец боя И он просто может закатить Все остатки пехотные У Аксума Первый бой достаточно Ну, я бы не сказал, что Уж совсем не вспотев Побеждает Необбат Поплатить-то ему, конечно же, пришлось Но с уверенным запасом Он затаскивает битву Здесь стоят Мечники не дерутся Не помогают Не хватает все-таки контроля Надо Сказать, дать должное Может, что он пытается Как-то на микроконтроле действовать Но Молодой, начинающий игрок Пока у него этого не получается делать Будем надеяться, что в будущем Сможет это все Хорошо контролить Ну Первый бой он проигрывает, конечно же Но есть еще и второй бой Который мы с вами Обязательно Обязательно посмотрим Посмотрим, посмотрим Как там получится У Необбата Во втором бою Все-таки в этом бою Пусть и с запасом Но Пришлось Попотеть здесь Необаду Танухина действительно Неплохая фракция Как и все фракции Из песочного DLC Давайте взглянем на цифры Начнем с Аксума Генерал отлично 126 фрагов Мог еще и больше убить Если бы Не завис там На АГГСке Пехоты Очень долгое время Воин и Тхора 53 фрага Не так, чтобы уж Совсем хорошо Афарские мечники 92, 83, 55, 24 Это дешманские мечники Так что для них Это неплохие цифры Афарский налетчик 93 фрага сделал Кушатские войны Шателами 173, 10, 63 Но они попали Под натиск По центру Не смог их сберечь Морис Односпешные войны На верблюдах 36, 48, 149 Неплохие цифры Стражи Обуны 0 Этот отряд Где-то слился Я не понял где 64, 36 Довольно-таки Неплохие цифры Но стрелки 35 49, 40 В принципе Приемлемые цифры Учитывая то, что Игрок за Аксум Я так понимаю Рашил Свой бы что показали Копия 4 копия 11, 7, 46 10 Очень Такие Ну нельзя сказать Что провальные Нельзя сказать Что уж Мега Уж какие-то Эпичные Но свою работу Пекинеры сделали Заставили Аксум Разбить свою армию На две части И дальше Это все дело Было очень тяжело Контролировать И свои бы это тащили Германские мечники Великолепнейшие цифры На ударке Ну и Свепский генерал Свепская знать 290 фрагов Отлично Давайте посмотрим Второй Субтитры сделал DimaTorzok